Девушки отдыхают Убисофт этой осенью выпускают сразу три хита Это, во-первых, Assassin's Creed Unity Это Far Cry 4 И это The Crew То есть это гоночка со социальной составляющей Собственно говоря, давайте сейчас разберем вопрос по Ubisoft Да, это игры все, которые ждет очень много народу Но, как я понял, опять же, больше интерес у народа вызывает именно первая игра Это Assassin's Creed Unity Сразу, в принципе, вопрос в лоб Спрашиваю первый вопрос Хотите ли вы видеть Assassin's Creed Unity на канале? Нужен ли он вообще нам? Будет ли он, эта игра, эта игра вам интересна? В принципе, я так посмотрел, да Первый взгляд такой Первое впечатление от трейлеров О том, что разработчики показали нам в игре В принципе, довольно многообещающе Вообще, немного про свои впечатления скажу насчет серии Assassin's Creed Вообще, как по мне, серия очень такая странная и неровная, как по мне Честно говоря, из всех Assassin's Creed я начинал пробовать играть во все Assassin's Creed, которые выходили Но ни одну так и не прошел до конца Причем, во все игры, кроме Black Flag, я бросал всех Assassin's Creed, ну где-то примерно почти в самом начале И только в Assassin's Creed 4 Black Flag я как-то там умудрился все-таки превозмочь себя и дойти до середины игры Но потом меня на большее тоже не хватило Ведь в чем вообще вся беда серии Assassin's Creed, да? Беда в том, что поначалу, да, игра кажется интересной Но она слишком, как по мне, все игры этой серии слишком как-то затянуты И уже ближе к середине превращаются в какую-то нудясину Вот как по мне, да? Причем нудясину как и в плане сюжета, так и в плане побочных миссий Причем самое забавное то, что первоначально, когда ты только начинаешь играть в любую из игр, из игры серии Assassin's Creed Да, тебе кажется, что все очень разнообразно, все очень классно Там какие-то разнообразные побочные миссии Но потом, в принципе, ты понимаешь, когда только-только проходишь начало игры Ты понимаешь, что, в принципе, структура всех вот этих вот дополнительных побочных миссий Она точно такая же, как и в самом начале, будет вас преследовать на протяжении всей игры То есть там все врядцы, которые вы увидите в начале, они будут и далее потом в самой игре То есть тоже становится скучно в итоге, да, где-то вот уже к середине игры Вот, поэтому ни одну игру из серии Assassin's Creed я так и не осилил Но то, что я увидел, в принципе, то, что рассказали про Unity В меня вселяет надежду Возможно, Unity это будет первый Assassin's Creed, который мне прям западет в душу И я его даже вдруг пройду до конца Ну, в первую очередь, опять же, там выросли масштабы Там нам, по-моему, обещают Париж чуть ли не к масштабу один к одному сделанный Вот, опять же, тем более тематика французской революции очень интересная И что меня прям вот вообще подкупило То, что там будут такие исторические личности, как, по-моему, Наполеон Бонапарт Маркиз де Сад Вот, присутствие Маркиза де Сада, это вообще, по-моему, будут ликовать все извращенцы и садисты сети интернета, да? Вот, ну и еще много всего Короче говоря, действие обещают реально быть очень интересным И вроде как юбики решили в Assassin's Creed Unity пересмотреть взгляд на геймплей То есть, вроде как обещают пересобрать все заново В том числе это касается, как бы, системы паркура и боев, да? То есть, теперь бои будут сложнее И вы в одиночку не сможете теперь раскидывать там пачками целые группы солдат, которые там на вас набрасываются Вот, плюс ко всему, вроде как, не будет или меньше будет тупников с паркуром Вот это меня очень бесило в старых играх Потому что, ну, не всегда правильно, там, например, Assassin цепляется там за какой-то уступ То есть, вроде будет меньше раздражающих миссий, таких как Слежки, вроде как, я слышал Потому что Слежки меня тоже бесили Вообще, мне кажется, эти миссии в Assassin's Creed надо было вообще убрать Вот, потому что они больше бесили и раздражали, нежели как-то приятно воздействовали на геймплей И, в любом случае, разработчики, вроде как, прислушались ко всем, вот, недостаткам, которые фанаты увидели в серии И, возможно, как бы, он уже, Unity-то построен на новой технологии Вот, возможно, Unity как раз-таки и будет Assassin's Creed'ом нашей мечты, да? Который, собственно говоря, и планировался в самом начале Вот, поэтому я считаю Unity очень перспективной игрой И вот спрошу вас, будет ли вам интересно видеть прохождение на нашем канале именно этой игры Далее, насчет Far Cry 4 На самом деле, какой-то особой любви к серии Far Cry я не питаю Поэтому, скорее всего, вот я сейчас просто раздумия, такие думы у меня В принципе, Far Cry 4 был бы неплох в качестве кооператива, да? То есть, там будет, как вы знаете, в Far Cry 4 кооператив Я знаю, что Римас очень любит серию Far Cry Вот он Far Cry 3 проходил, наверняка приобретет и будет проходить 4 Far Cry Вот 4 Far Cry, я вот раздумываю, может быть, с Римасом там кооперативщика замутить, да? И там какие-нибудь выпуски чисто по коопу делать Потому что на прохождение 4 Far Cry я явно не буду делать Он мне не интересен с этой точки зрения Но он интересен с точки зрения приобретения именно кооперативного опыта от игры Вот, поэтому вот насчет 4 Far Cry также интересно узнать ваше мнение Вот, но, как я уже высказался, как бы на 4 Far Cry у меня каких-то особых там планов по прохождению нету Так там записать несколько серий по кооперативщику и все И третья игра, которая меня больше всего заинтересовала, это The Crew Да, это гонки, гоночки, причем гоночки в масштабах всей страны Там будут целые штаты воссозданы, да, причем самые главные города, самые главные места, достопримечательности тоже там будут То есть вы представляете, да, это супер гонки в супер масштабах целых Соединенных Штатов По-моему, задумка офигенная В принципе, я, может быть, до этого и не говорил Но на самом деле, открою вам секрет, очень люблю жанры гонок Как аркадные, так и симуляторы Была у меня мысль сделать прохождение по каким-нибудь гоночным сериям, да Но я просто не знал, как к этому отнесутся люди Ну, сами понимаете, да, там Battle War, RPG, еще люди как-то могут принять А вот, как на нашем канале будут чувствовать себя, например, о прохождении по гонкам, я вот, если честно, не знаю Но есть также очень сильное желание записать что-нибудь из гоночек Вот, и я думаю, The Crew также будет очень интересным игровым опытом насчет этого Тем более, что из всей этой троицы, да, то есть Unity, Far Cry 4 и The Crew Я вот, на самом деле, больше всего, больше всех жду The Crew именно Даже несмотря на то, что, ну, многие, наверное, видели видос из бета-тестов То, что там физика повреждений странная была Да и машины себя в автомобиле порой на трассах ведут себя очень неадекватно Да, там могут при прямом столкновении там полететь чуть ли не в космос Но это бета, вот, и как бы очень меня порадовала также там новинка с кастомизацией машин, автомобилей Но это в The Crew даже не самое главное Самое главное в The Crew именно социальная составляющая То есть, по-моему, насколько я знаю, там можно делать свои команды И это, на самом деле, открывает новые горизонты, новые возможности То есть, вы представляете, например, мы создадим с вами какую-нибудь свою гоночную команду Там, назовем ее Total Warriors И, например, можно делать какие-нибудь даже стримы в прямом эфире или серии с подписчиками То есть, блин, я, например, там, Тямыч, создаю нашу какую-нибудь гоночную команду, да И все желающие там наши подписчики могут в нее вступать К примеру, когда у меня будет в свободное время Можем там вместе гонять по игре, да По игровой карте, карте там соревноваться с другими кладами Блин, по-моему, это офигенно, мне кажется Людям будет интересна, я думаю, вот эта вот именно концепция, да То есть, когда я могу вместе с подписчиками вместе взаимодействовать как-то, да Ну и, в конце концов, это весело, это интересно Вот, короче говоря, на игры от Ubisoft у меня, которые выходит осенью, у меня вот такие планы Опять же, больше всего интереса у меня вызывают именно Assassin's Creed Unity и The Crew Но мне также интересно ваше мнение, то есть, какие игры вы все-таки из этой троицы хотите больше всего увидеть Я наверняка думаю, что вы, наверное, большинство захотите увидеть именно Assassin's Creed Unity Вот, ну, просто чтобы так, для статистики, чтобы мне получше узнать, что хочет народ, вот решил вас спросить Вот Если не хотите ничего из этого, то и ради бога Тогда, значит, не будем тратить на это время, не будем снимать Но, опять же, хотелось бы спросить именно вашего мнения Все-таки для вас видео делаю И второе, второй вопрос у нас на повестке дня Я хочу также спросить вас еще один вопрос Довольны ли вы качеством картинки в моих видео? То есть, комфортно ли вам смотреть видео? Нет ли у вас претензий к самой картинке? То есть, довольна ли она четкая? Там, как-то не напрягаются ли глаза? Приятно ли смотреть общий визуальный ряд? Просто в чем дело? Дело в том, что я планирую, пока что еще не знаю, буду я брать или нет, новый монитор Дело в чем? Дело в том, что на самом деле я записываю все видео в разрешении 1600 на 900 Потому что это максимальное разрешение для моего монитора И выше я банально записывать не могу Соответственно, вы меня спросите Почему что-то у тебя в ютубе, если посмотреть в настройках видео, у тебя там есть 1080p Отвечу Дело в том, что вот это 1080p я в видеоредакторе искусственно растягиваю исходное конечное видео Которое я записал в Bandicam'е Я его в разрешении 1600 на 900 искусственно растягиваю до 1920 на 1080 Вот И поэтому, как бы, ну, наверное, от того, что я растягиваю видео Какой-то процент качества от этого, наверное, картинки теряется И само собой понятно, да, что если, например, я приобрету новый монитор У которого будет максимальное разрешение не 1600 на 900, а 1920 на 1080, да То и выходное видео, да, которое я буду снимать с помощью того же Bandicam'а Оно будет иметь те же настройки монитора, да И мне не придется искусственно как-то там масштабировать под Full HD, да Потому что у меня комп будет сразу записывать в Full HD Вот, но тут возникает сразу вопрос А намного ли сильно будет качественнее картинка, да, которая будет записываться сразу в Full HD Чем картинка видео, да, которая записывается в 1600 на 900 Тут уже у меня больше вопрос вот к специалистам вот по мониторам, да, и к тем, кто занимается видеомонтажом Вот, просто я не знаю, если там качество картинки будет не намного лучше, да Ну, как бы получше само собой, да, потому что все-таки 1920 на 1080 оно подсчетче, да, чем 1600 на 900 Это и так понятно И это аксиома Но я не знаю, насколько конечное видео будет, насколько оно будет лучше В конечном счете Если там оно будет лучше не намного, то, в принципе, смысла покупать монитора нету И вот поэтому я вот вас и спрашиваю про то, что вообще устраивает ли вас качество картинки Если, например, качество картинки при 1080 будет лучше, чем, намного, причем лучше, чем 1600 на 900 Тогда, наверное, я буду покупать монитор Если, в принципе, вас и так устраивает, да, то есть в растянутом в 1600 на 900, растянутом до 1920 на 1080 Если вас такое устраивает, в принципе, да, и больше не надо, то тогда, наверное, брать не буду Вот у меня поэтому сейчас прям такой, не знаю, не знаю, что делать, брать ли новый Моник или не брать Вот, для сравнения, и вот я дам ссылки Ссылка на монитор, который у меня сейчас стоит, и монитор, который я собираюсь брать Вот, знающие люди, пожалуйста, напишите в комментах, там, то есть Намного ли я выиграю от того, что я возьму новый Моник, или же мне лучше его не брать То, что там, даже если и будет какое-то преимущество, то не слишком большое Вот, поэтому, пожалуйста, знающие люди, пишите в комментах Вот, также будет интересно почитать ваши мысли по этому поводу Потому что я тоже уже отписывался в разных железных форумах, да Опять же, там, мнение людей разнилось Плоть там, одни говорили то, что, в принципе, только деньги на ветер зря потратишь, да Потому что они говорили, что 1600 на 900, да, но поменьше, конечно, чем 1920 на 1080 Но не так критично, как, например, разница между 1280 на 720, например, да И 1920 на 1080 Другие говорили, что наоборот, типа, бери, вообще прям, не задумывайся Все-таки там, картинка еще четче будет Вот, ну и еще какие параметры Сейчас у меня монитор 21 дюйм А возьму монитор новый, он у меня будет уже 23,6 дюйма Там, матрица другая Сейчас стоит обычная ТН-овская Будет, если я возьму новый модник, будет SuperPS Вот, но я в этих форматах как-то не особо разбираюсь Вот, поэтому Вдруг, если знающие люди здесь будут Напишите, что вы думаете по этому поводу Вот, возможно, именно от данного мнения зависит Буду ли я брать новый монитор или нет Ну, потому что я реально, я не знаю Отдавать ли мне деньги за новый модник или нет Или я просто потрачу деньги на... Все-таки, как бы, цена довольно-таки немаленькая Вот, поэтому деньги понапрасну тратить так же неохота Вот, поэтому еще раз спрошу Вот, знающие люди, ответьте мне, пожалуйста, вот на этот вопрос В принципе, если я возьму вот этот вот монитор, да Который собираюсь взять, который в описании под роликом Сильно ли увеличится качество моих роликов Или же не особо сильно увеличится И тогда лучше снимать на мониторе, который есть сейчас Вот, прошу проконсультировать по этому поводу Ну, вот, в принципе, все Пишите насчет игр от Ubisoft Какие вы хотите из этой троицы увидеть И также, если вы знаете, если вы прошаренный чел по мониторам, вот, да Напишите также насчет моников, да Аж как вы думаете ваше мнение На этом все И до скорых встреч, ребят Еще, кстати, хотел бы напомнить, что Возможность стримить у меня появится 15 ноября То есть уже совсем-совсем скоро Я думаю, что-нибудь интересное мы замутим с вами, ребята Всем спасибо за просмотр Всем спасибо за внимание И жду ваших ответов на вот эти вот вопросы Пока Субтитры сделал DimaTorzok